Спортсменка отделения пауэрлифтинга детской юношеской спортивной школы Амурчанка Юлия Фёдорова стала чемпионкой России среди юниорок весовой категории до 52 килограмм в троеборье. Силовыми видами спорта увлекаются не только мужчины, но и женщины. И достигают небывалых высот, самозабвенно отдаваясь любимому делу. В 2017 году Юлия Фёдорова пришла в тренажерный зал детской юношеской спортивной школы родного Амурска. И в итоге в этом году стала чемпионкой России среди юниорок своей весовой категории. Изначально у меня не было цели именно прийти сюда за этим. Нет. Я просто пришла в зал позаниматься, ну и многие, просто чтобы не сидеть дома. Ну, надо прийти позаниматься. Ну, начала ходить, заниматься. И вроде бы и такой вес уже, а он что-то мало не хватает. Потом, ну, ещё побольше, потом ещё побольше. Ну, и вот. Вырос такой, какой вырос. Начинается такое увлечение у многих обычно с девчачьих желаний. Подкачать фигуру, поднять самооценку, улучшить здоровье. А со стереотипами о том, что силовой вид спорта, как говорится, портит женскую фигуру, Юлия готова даже поспорить. Вот у меня есть свои возможности, ну, как граница моего тела, скажем так, какая-то. То есть, ну, больше в головы не прыгнешь. Сколько занимайся, сколько качайся, там, делай всё, что хочешь, хоть какие веса, всё равно, вот какая есть, такая есть. Ну, если, конечно, не начать там что-нибудь делать плохого, то можно измениться до неузнаваемости просто. А если, ну, заниматься как положено и слушать тренера, то всё будет нормально. У меня не было таких. То, что я смотрю, я занимаюсь, 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 занимаюсь. Как бы, да, я не полнею. И силовые показатели растут. Но чтобы там у меня 10 кубиков там выросло, такого нет. Или ещё что-то. Взяв под своё крыло юную девушку, в 2017 году тренер Евгений Петрович Ушаков смог не просто помочь Юлии скоротать время на тренировках, а именно привить любовь к пауэрлифтингу как к спорту. Фёдорова Юлия к нам пришла летом 2017 года. Просто позаниматься. Потом мы приобщили её к спортивным достижениям. За полгода она выполнила кандидата в мастера, стала второй на ДФО. Через год она выполнила мастера. В следующем году она стала призёром России. И ещё через год стала чемпионом России в весовой категории до 52 килограмм. Подготовка к чемпионату России амурчанке дались довольно-таки непросто. Ведь массовые ограничения также сказались на качестве подготовки и на самих тренировках. С подготовкой тут всё сложнее. Тут такая обстановка была – карантин, изоляция. Это тяжело было. У нас было как-то выкручиваться, готовиться. Потом, когда всё это более-менее разрешили, всё, ходили. Ну, поначалу было тяжело, потому что период не заниматься совсем очень большой был. Ну, ходили потихонечку, занимались. Начинали там, ну, опять с начала всё. С маленьких весов там сложить и отдельная программа для подготовки. И прям с самого-самого начала, с маленьких весов. И опять всё как пирамидка. Несмотря на все ограничения и довольно короткий период подготовки к чемпионату, Юлия смогла основательно подготовиться и отправиться в Екатеринбург, чтобы отстоять честь не только родного города, но и края. Чем, кстати, и заставила переживать даже тренеры. Как говорят, выигрывают спортсмены, проигрывают тренера. Поэтому подготовка спортсмена, плюс выступление, больше нервов тратишь, чем сам спортсмен. Спортсмен заряжен на вес, а ты заряжен на всё остальное, на все эмоции. И спортсмен радуется только в конце, а тренер переживает это постоянно, на каждом движении. Это у нас три движения, приседания со штангой на плечах, жим лёжа и становая тяга. В каждом три подхода. Вот представьте, девять подходов и на каждое переживание выше крыши. Ожидала ли ты такие результаты? Ну, вообще да. Ожидала. Хотелось, конечно, побольше, но в связи с обстоятельствами получилось так, как получилось. В Екатеринбурге на первенстве России приняли участие спортсмены из 33 регионов 67 городов. Среди участников два мастера спорта международного класса, 22 мастера спорта, 71 кандидат в мастера спорта, 69 спортсменов первого разряда. Юная мурчанка взяла золото среди юниорок весовой категории до 52 килограмм в троеборье. Это приседания со штангой на плечах, жим лёжа и становая тяга с результатом в 370 килограмм. Юлия прошла отбор для участия в первенстве Европы и мира по пауэрлифтингу. Ну, а мы же, в свою очередь, ожидаем Юлию с первенства Европы и мира с новыми победами. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.